всем привет сегодня мы продолжаем наши видео уроки я еще раз повторяюсь мы их нацелили на то чтобы обучить простого обывателя варить сварочным аппаратом и будем обучать всем способам сварки сегодня мы рассмотрим электродуговую сварку и я расскажу с чего же начинать начинаем с наплавления металла то есть мы не будем пытаться соединить металл начинаем от простого то есть ваша задача будет заключаться в том чтобы просто наплавить электронный металл на поверхность пластины как это делать вы зажигаете тугу и потихонечку просто передвигаете ее вдоль этой пластины таким образом вы выработаете и стабильность горения дуги вырабатывать ощущения высоты дуги то есть в руках первое первые разы когда начинают люди выполнять сварочный шоу она начинает более жестко играть то есть это и из-за этого дуга либо тухнет или получается нестабильный шоу не нужно спешить но очень часто допускают ошибку быстро передвигают электрод по пластине когда я буду направлять сварной шоу я буду допускать умышленные ошибки то есть ускоряться в движении буду увеличивать длину дуги и вы увидите к чему это приведет но сейчас начинаем зажигать дугу не небольшими чирками проводим по пластине дуга зажигается и стараемся и поддерживать стабильно в горении перед тем как зажигать дугу я напоминаю что сварщик должен обязательно проинформировать командой глаза всех окружающих внимание глаза дуга зажла электрод берем под наклоном и выполняем процесс сварки а теперь посмотрите я попытаюсь быстрее ускориться посуда либо поднять дугу лесу мы вернемся все-таки в исходное положение как положено арибре сейчас я обобью шлак и немножко расскажу о технике безопасности что же нужно делать во время того как вы отбиваете шлак от металла шва ну первая ошибка особенно у начинающих сварщиков либо студентов то что пытается сразу посмотреть на то что они наварили дело в том что здесь мы не видим металл шва мы видим шлаковую корку и и нужно сбить и для того чтобы сбить и нужно придерживаться правил техники безопасности но во первых не спешите смотреть сразу глазами обете шлак для этого нам понадобятся либо защитные очки их можно кстати было одеть под маску и прямо выполнять процесс сварки подняли маску и в очках оббиваете второй способ это если ваша маска оснащена специальным стеклом видите вот например подняла защитное стекло а под ним обычная прозрачная то есть я могу находиться в маске обить шлак и увидеть что же произошло со швом и продолжить либо процесс сварки либо устранения дефектов ну и так далее то есть такой способ значит но в быту возникает такая ситуация нет у вас под рукой именно такой маски и нет защитных очков что же делать как обезопасить первый способ вы можете просто рукой так перекрыть и начинать потихонечку оббивать то есть рукой вы будете защищать но обязательно рука должна быть перчатки чтобы не получить ожог защищать развитание от шлака либо просто вы можете также сварочную маску поставить убрать глаза и попытаться бить шлак ну давайте поступим наиболее правильным способом одену и очки и обобью шлак сбоку его подстукиваете видите где горелая дуга стабильно во первых и шлак легко отделился и шов более ровный и умеет в том месте где я ускорился но это естественно я сделал умышленно в этом месте шоу не стабильно если вы будете также соединять металл между собой то получится соединение будет ненадежным и в том месте где я поднял дугу повыше просто металл растекался по сторонам его практически здесь и и нету ну а дальше уже перешли в обычный режим и пошел шоу более стабильным поэтому обязательно нужно добиться того показателя чтобы дуга горела стабильно и перемещение вдоль шва было тоже умеренным и тут уже нет никакого точного показателя то есть если мы например это было бы автоматическая сварка мы могли бы выставить этот режим и сварочная головка перемещается с умеренной скоростью здесь показатель человеческая рука и как вы научитесь ею управлять так вы будете выполнять сварочные швы пытайтесь добиться равномерного шва наплавляйте такие валики и потом мы перейдем уже постепенно к соединению двух металлов вместе потому что выполнять сварочный шоу в соединение немножечко посложнее всем спасибо за внимание и если вы досмотрели этот ролик до конца прошлом видео немного нас покритиковали о том что мы назвали деле электрическую защиту держака пластмассой я еще раз повторяю мы будем рассказывать простым доступным языком для простого обывателя но и внимание для вас вопрос как же вы на техническом языке назовете вот вот этот инструмент всем спасибо до скорых встреч